Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александрова Екатерина Александровна, начальника административно-хозяйственной части Дома офицеров. Предлагаю вашему вниманию урок мужества, названный в честь линкора 93 года назад. 29 октября 1929 года родился пионер-герой Марат Козей. 11 мая 1944 года у белорусской деревни Хараминские 14-летний партизан подорвал последний гранат из себя и окруживших его фашистов. Из всех пионеров-героев у Марата Козея было меньше всего причин защищать советскую власть. Подлинная история Марата Козея была действительно более драматичной, чем рассказывали педагоги детям. Но подвиг его от этого не менее значен. Наоборот, самоотверженность и мужество этого 14-летнего мальчика вызывают еще больше уважения. Он родился 10 октября 1929 года в селе Станьково Минской области. Марата мальчика назвал отец, убежденный коммунист в прошлом моряк Балтийского флота. Иван Козей назвал сына в честь линкора Марата, на котором ему самому довелось служить. Революционер-идеалист Иван Козей и дочь свою назвал необычно, ариатной, в честь героини древнегреческого мифа. Коммунист и активист Иван Козей был убежденным большевиком. На работе был на хорошем счету, возглавлял курсы подготовки трактористов, был председателем товарищеского суда. Все закончилось в один день, когда в 1935 году его арестовали за вредительство. Чья подлая рука настрочила лживый донос неизвестно. Иван Козей был сослан на Дальний Восток, где и сгинул навсегда. Реабилитировали его только в 1959 году подсмертно. Анну Козей, жену, такую же убежденную коммунистку, после ареста мужа уволили с работы. Выгнали из квартиры, отчислили из Московского пединститута, где она училась заочно. Детей пришлось отправить к родне, что оказалось очень правильным решением. Саму Анну вскоре арестовали за троцкизм. Вроде бы у Марата и его сестры Ариады не было причин любить советскую власть после того, что произошло с родителями. Но вот странная штука, большинство людей той поры полагало, что репрессии, обрушившиеся на головы их родных, являются делом рук конкретных непорядочных людей во властных органах, а не политикой советской власти в целом. Анну Козей не постигла судьба мужа. Перед самой войной ее выпустили на свободу. Тюрьма не изменил ее политических взглядов. Убежденная коммунистка с первых дней оккупации начала сотрудничать с минским подпольем. История первых минских подпольщиков оказалась трагичной. Подпольщица Анна Козей вместе со своими товарищами по борьбе была повешена гитлеровцами в Минске. Для 16-летней Ариадны и 13-летнего Марата Козеев гибель матери послужила толчком к началу активной борьбы с фашистами. В 1942 году они стали бойцами партизанского отряда. Марат был разведчиком. Ловкий паренек много раз успешно проникал во вражеские гарнизоны в деревнях, добывая ценную развединформацию. В бою Марат был бесстрашен. В январе 1943 года, даже будучи раненым, несколько раз поднимался в атаку на противника. Он принимал участие в десятках диверсий на железных дорогах и других объектах, имевших особую важность для гитлеровцев. В марте 1943 года Марат спас целый партизанский отряд. Когда каратели взяли партизанский отряд в Клещи, именно разведчику Козеев удалось прорваться сквозь кольцо противника и привести помощь соседних партизанских отрядов. В результате каратели были разбиты. Зимой 1943 года, когда отряд выходил из окружения, Ариадна Козей получила тяжелое обморожение. Чтобы спасти жизнь девушки, врачам пришлось ампутировать ей ноги в полевых условиях, после чего самолетом переправить на Большую Землю. А Марат продолжал сражаться с врагом еще злее, отчаяния, мстя за убитую мать, за искалеченную сестру, за поруганную родину. За мужество и смелость Марат, которому в конце 1943 года исполнилось всего 14 лет, был награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями за отвагу и за боевые заслуги. На дворе стоял май 1944 года. Уже вовсю готовились операции «Багратион», который принесет Белоруссии свободу от гитлеровского ига. Но Марату не суждено было этого увидеть. 11 мая у деревни Хромицкие разведгруппа партизан обнаружили гитлеровцы. Напарник Марата погиб сразу, а сам он вступил в бой. Немцы взяли его в кольцо, рассчитывая захватить юного партизана живым. Когда кончились патроны, Марат подорвал себя гранатой. Марата похоронили в его родной деревне. За проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР, от 8 мая 1965 года Козею Марату Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Ариадна Козей вернулась в Белоруссию в 1945 году. Несмотря на потерю ног, она окончила Минский педуниверситет. Преподавала в школе. Избиралась депутатом Верховного Совета Белоруссии. В 1968 году героине-партизанке, заслуженной учительнице Белоруссии Ариадне Ивановне Козей, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Ариадне Ивановне не стало в 2008 году. Но память о ней и ее брате Марате Козее жива. Памятник Марату установлен в Минске. И его именем названо несколько улиц в городах Белоруссии и в странах бывшего СССР. Но главная память не в бронзе, а в душах людей. И пока мы помним именно тех, кто жертвовав собой и спас нашу Родину от фашизма, они остаются рядом с нами, укрепляя и вдохновляясь своим примером в трудные минуты жизни. Родину от фашизма Орленок, 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 взлети выше солнца и степи с высота гляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Орленок, Орленок, блесни опереньем, Собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет. Орленок, Орленок, примучи гранатой, Орленок, орленок, Меня называли Орленком в отряде, Враги называют Орлом. Меня называли Орленком в отряде, Враги называют Орлом. Орленок, Орленок, мой верный товарищ, Ты видишь, что я уцелел. Лети на станицу родимой, Расскажешь, как сына вели на расстрел. Лети на станицу родимой, Расскажешь, как сына вели на расстрел. Расскажешь, как сына вели на расстрел. Расскажешь, как сына вели на расстрел. Орленок, орленок, товарищ крылатый, Ковыльные степи в огне. На помощь спешат комсомольцы-орлята, И жизнь возвратится ко мне. На помощь спешат комсомольцы-орлята, И жизнь возвратится ко мне. Орленок, орленок, ведут эшеловы, Победа борьбой решена. У власти Орленок, орленок, миллионы, И нами гордится страна. У власти Орленок, орленок, миллионы, И нами гордится страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова